Сестры Милосердия из разных регионов России, а также из Белоруссии, приехали в северную столицу на форум Милосердия. Мероприятие было приурочено к 150-летию со дня рождения преподобно-мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Большинство участниц этого молебна в Казанском соборе в белых платках с крестами, красными, желтыми, синими. Это сестры Милосердия приехали в Петербург из разных регионов нашей страны и из Белоруссии, чтобы вместе отметить 150-летие со дня рождения княгини Елизаветы Федоровны. Книга про ее служение автора Любови Миллер в 90-х годах вдохновила многих женщин изменить свою жизнь. Тогда же возникло множество общин, носящих имя княгини Елизаветы. Тогда же и Надежда Слепкова надела белый платок с крестом. Это означает, что отныне женщина посвящает свою жизнь заботе о ближних. И забота эта возможна только при постоянной внутренней работе над собой и обращении к Богу. Вот я такой пример привожу, что человек, который собственные силы тратит на другого, он работает как бы от батарейки. А человек, который причащается, исповедуется и живет в церкви, он работает от сети, потому что он является проводником божественной любви, которая не перестает, которой море, которую не потратишь. Мир нуждается в людях, которые будут его врачевать, утешать, дарить надежду. Сегодня они собрались в одном из залов Российского государственного педагогического университета имени Герцена, чтобы рассказать о милосердии и вдохновить на добрые дела. Как сказал в своем вступительном слове епископ царскосельский Маркел, спаситель, будь его воля, давно бы сам исправил окружающий мир, но он предоставил это нам. Женщины, которые занимаются детьми, сиротами, стариками, инвалидами, наркоманами, сегодня нуждаются в молодой смене. Потому и нужен весь этот разговор, чтобы студенты заинтересовались, пришли на помощь. Наша обитель началась с сестричества. Первыми были сестры милосердия, белые сестры, которые по благословению доходника пошли в психиатрическую больницу. Так, как бы Бог нам оказал, так нас Бог позвал. Потом был охвачен интернат психоневрологический, детский интернат, городская больница. Вот эти вот форумы и мероприятия очень важны для того, чтобы быть такой проповедью, что приходила молодежь. Вот, уже прошло нашей обители более 16 лет, вот, уже нас не назовешь молодежью. Более ста сестричеств действуют на всей территории. То есть практически при каждом приходе, при каждой общине церковной, есть сестричество, либо маленькая группа милосердия. Работа сестры милосердия довольно сложная, тяжелая. И когда мы знаем, что у нас в каждом уголочке Беларуси есть наши же сподвижницы и сестры, то это как-то, ну, легче воспринимается. Мы молимся друг за другом, мы помогаем друг другу. Вот, и таким образом работа делается. На форуме можно было увидеть две выставки. Сестры милосердия дома Романовых и жизнь княгини Елизаветы Федоровны. С одной стороны, это история жизни женщины. Принцесса немецкого княжества, великая княгиня и супруга генерал-губернатора, основательница Марфа-Мариинской обители, пленница большевиков, преподобно-мученица. С другой стороны, это история людей, облеченных властью, наделенных богатством, которые не брезговали служить больным, раненым, убогим.